Даже скандальный королевский эксперт Амид Скоби, автор мемуаров Гарри и Меган в поисках свободы высказался в этот день. Напомним нашим читателям, что Амида считают прямым представителем герцогов сасекских, а значит, если он что-то говорит, то фактически озвучивает позицию голливудских бунтарей, ушедших из королевской семьи. Вот что написал Скоби по этому поводу. Как и следовало ожидать герцог Кембриджские, принц Уильям решил отказаться от королевской мантры своей знаменитой бабушки королевы Елизаветы II «Никогда не жалуйся». Никогда не оправдывайся, так как на днях стало известно, как он открыто критикует герцога Сасекского, принца Гарри, за разговоры о проблемах в королевской семье. То есть принцу Гарри жаловаться нельзя, а принцу Уильяму можно? Это совсем некрасиво и недостоинно поведения будущего короля Великобритании. Правда, королевские фанаты придерживаются совершенно другой точки зрения. По их мнению, некрасиво было пытаться уколоть брата в день его рождения, когда он находится в уязвимом состоянии, и не может дать симметричный ответ. Говорят, принц Гарри сделал это после того, как якобы принц Уильям рассказал в одном из интервью некую закулисную правду об их совместном детстве. В любом случае, даже в день рождения, братья не нашли в себе силы помириться или хотя бы ограничиться вежливым и официальным поздравлением. А значит, до затиши в королевской семье еще очень и очень далеко. Королевский эксперт Кэти Никол объяснила, почему Елизавета II и Букингемский дворец не обнародовали результаты расследования издевательств Меган Маркл над своими сотрудниками. Напомним, ранее сразу несколько служащих обвинили герцогиню Сасекскую в абьюзе. Мне известно, что королева не хочет больше драмы и не желает выносить ссор из избы на всеобщее обозрение. Принимая такое решение, Елизавета II пытается ограничить любой дальнейший удар по репутации монархии и любой ущерб тех членов персонала, которые выдвинули обвинения, прокомментировала Кэти Никол. Расследование, по сути, не увидит свет как минимум потому, что дворец намерен защитить конфиденциальность и анонимность тех, кто обвинил герцогиню Сасекскую в издевательствах. Есть предположение, что и сама Меган была недовольна тем, что дело приобрело публичность. Она также должна быть защищена от всего этого, добавила эксперт. В минувшие выходные члены британской королевской семьи, как и другие селебрити, праздновали День Отца. Принц Уильям поздравил своих поклонников семейным снимком, который он разместил в соцсетях. Внук Елизаветы II показал милое фото с наследниками, на снимке он обнимает Шарлотту и Джорджи в то время, как маленький Луи сидит у него на плечах. А как провел День Отца брат Уильяма, герцог Сасекский? В воскресенье принц Гарри отправился на игру в поло. Супруг Меган Маркл входит в число участников клуба Лос-Педрейс. На поле он весело провел время с одним из своих близких друзей, Игнасио Начи Фигерасом. С праздником всех отцов! Подписал аргентинский игрок в поло выложенное фото, на котором он запечатлен рядом с герцогом Сасекским. К слову, за игрой своего супруга наблюдала Меган, которая появилась на поле в джинсовой рубашке и шортах, решив дополнить их массивными солнцезащитными очками. Принц Гарри регулярно посвящает время игре в поло, поскольку лучший клуб Санта-Барбры находится в шаговой доступности от его дома в Монте-Сито, где он живет вместе с Меган Маркл и детьми. Владельцы клуба только рады тому, что он регулярно сюда заглядывает. По их словам, во время присутствия герцога на поле устанавливается дружеская атмосфера. А вот восстановить отношения с родным братом у принца Гарри никак не получается. На днях сразу несколько инсайдеров из его окружения рассказали британским таблоидам, что герцог кембриджский не нацелен мириться с ним. Уильям уверен, что Гарри затянуло в другой мир, и он перешел черту, когда решил откровенничать о жизни королевской семьи с журналистами, сообщил один из источников. В марте 2021 года, незадолго до интервью герцогов сасекских каналу CBS, Меган Маркл обвинили в травле персонала Королевского дворца. Тогда журналисты издания Times пообщались с инсайдерами, которые рассказали о жизни и работе герцогини сасекской Великобритании. Представители прессы пообщались с бывшим секретарем по коммуникациям сасексов Джейсоном Кнауфом. Мужчина рассказал, что в 2018 году пытался поговорить с Меган Маркл на тему того, что сразу двое ее сотрудников обвиняли свою начальницу в буллинге. Герцогиня выгнала их с работы, одновременно продолжая издеваться над другими сотрудниками. Экс-секретарь членов королевской семьи планировал решить вопрос мирным путем, организовав для Меган встречу с бывшими работниками. Но герцогиня сасекская отказалась, и конфликт вышел на новый уровень. Но и тогда Маркл продолжала вести себя неподобающе. «Это не моя работа», – нянчится с людьми, – заявляла она в общении с близким окружением. Уже через несколько недель Букингемский дворец инициировал расследование в отношении случаев травли персонала со стороны супруги принца Гарри. Сообщалось, что Елизавета II даже попросила личных помощников нанять для этого юристов со стороны, которые смогли бы дать делу независимую оценку, чтобы можно было понять, стоит ли доверять словам бывших подчиненных Маркл. Как утверждает издание Sunday Times, специалисты независимой юридической фирмы закончили расследование буквально на днях. Королевские эксперты заявляют, что оно дало свои плоды. Утверждается, что сотрудники дворца, работавшие с Меган, рассказали частным детективам несколько душераздирающих историй. Но журналисты делают упор на том, что ни одна из них не будет опубликована в прессе. Результаты расследования фактически похоронят, чтобы не допустить нового витка обострения отношений между принцами Гарри и Уильямом, рассказывают инсайдеры-журналистам. Ожидать комментариев от королевской семьи по этому поводу не стоит. Еще в начале расследования представитель Букингемского дворца говорил, что Елизавета II и принц Чарльз никаких заявлений по этому поводу делать не будут. Мало какой праздник обходится без громкого скандала, тем более, когда его участником является супруга принца Гарри, Меган Маркл. Совсем недавно герцоги Сасекс-Ки вернулись из Великобритании, где праздновали платиновый юбилей королевы, но, как оказалось, супругам было совсем не до веселья. Меган разочарована тем, что их встретили очень формально, а 15-минутные аудиенции создали ощущение, что представители королевской семьи просто выполняют свою работу и терпят Сасекс-Ких на территории британской короны. Но больше всего герцогиню обижает то, что Елизавета II не сфотографировалась со своей правнучкой Лилибет, которой 4 июня исполнился один год. Гарри и Меган сфотографировали свою дочь в гордом одиночестве, и малышку увидел весь мир. «Они считают несправедливым, что им не была предоставлена возможность получить фотографию Лили с монархом, хотя у их сына Арчи была такая привилегия», — объяснил эксперт. Однако стоит отметить, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей главных представителей монаршей семьи и живут в Калифорнии. Поэтому их визит в королевство — всего лишь частная встреча, так что рассчитывать на официальный портрет с их стороны было абсолютно бессмысленно. Но для герцогов существует другая правда, ведь Лилибет еще ребенок, а отношение к детям должно быть совсем другое. Меган снова враждебно настроена по отношению к монарху. Они надеялись укрепить связи, ведь они приедут в Великобританию еще не скоро. Поэтому возникает вопрос, появится ли у Лилибет возможность снова увидеться со своей прабабушкой. Заявил эксперт. Действительно, в этих словах есть истина, но на самом ли деле помыслы герцогини Сасекской настолько чисты? Вполне возможно, что обида возникла из-за проваленного контракта со стриминговым сервисом Netflix, который, по словам источников, был разочарован тем, что Гарри и Меган не привезли никаких фотодоказательств с празднования платинового юбилея королевы.